Потому что в Украине, я вам сделал маленькое видео, в Украине этот слив оказался совершенно беспрецедентным и реально просто вгоняет нынешнюю власть Зеленских, Слуг Народа, Стофийчуков, всех этих вступор. Они находятся в каком-то состоянии очень нехорошем. Причем появились материалы Херша, который дал свою версию, кто подорвал, что это все-таки Байден приказ отдал подорвать северные потоки. Вот с помощью Норвегии. Норвегия тут замешана по полной программе. Естественно, что Путин этим всем тоже серьезно озабочен. Ну и теперь Байден поехал в Северную Ирландию и выступал в Ольстерском университете или где и какие-то такие странные вещи говорил. Такое впечатление, что говорил с каким-то там типа послусторонним миром. Вот, может у него прямая связь с ним есть, потому что невидимый же мир есть, правильно? Мы же это как бы понимаем с вами, да? Поэтому, может, у Байдена прямая уже этот как бы контакт, он с ними общается, кто его знает. Тем более его ж предки оттуда, Северной Ирландии, у него какая-то кровь ирландская есть. То есть много таких всяких процессов странных происходит. Но, можем, с другой стороны, в США уменьшилась инфляция. И произошла определенная стабилизация экономики. Ну, понятно, что то федеральная служба подняла, ФРС, резервная система подняла ставку. Вот, соответственно, все кредиты подорожали. Грохнулись вот эти банки. Особенно те, которые с криптой работали, которые работали с силиконовой долиной, как известно. Ну, и как-то им удалось немножко ситуацию стабилизировать. Включились такие здоровейшие банки, как Бэнк оф Америка, Морган и так далее, и так далее. И как-то у них так немножко выровнялось. Плюс огромные деньги пошли на военно-промышленный комплекс. Поэтому, естественно, стала расти занятость, стало расти потребление, стало расти инвестиции в военно-промышленные объекты. То есть это оживило всю экономику Соединенных Штатов. То есть прямо скажем, что война в Украине, тяжелейшая для Украины и украинского народа, украинской нации, сегодня трагедия. Для кого трагедия, а для кого, так сказать, инвестиционная лихорадка. То есть США нормально, для них война в Украине, этот совершенно безумный Шаломов Путин, он дал США практически живую воду. Ну, или агент их, или просто завербованный, может, был еще в этом. Ну, штази, штази это тоже же, но все не поймешь. Там же все переплетено было, что ЦРУ, что КГБ и так далее. Может, он завербованный. И, так сказать, днем ведет войну с Украиной, а ночью шьет на американской машинке этот Шаломов Путин. Мы ж не знаем, понимаете, как оно на самом деле. Но то, что выиграл от этой войны больше всего Байден, Демпартия, его структуры, Соединенные Штаты Америки, так это 300%. Они в огромном выкраше. Все, что они тут дают, типа деньги Украине, во-первых, приходит где-то процентов реально 25, все остальное так или иначе идет в экономику Соединенных Штатов Америки. А во-вторых, им это очень классно. Их люди не гибнут практически, да. Их заводы начали работать на большую мощность, уже где-то выйдут почти на 100% через пару месяцев. Но, с другой стороны, уже принято решение, что, в общем-то, денег Украине не давать. То есть, заканчиваются те деньги, которые были выделены на этот финансовый год. А с нового финансового года, вот, 23-24, с 1 октября он начинается, новый финансовый год, там практически денег для Украины нет. Поэтому, как бы, четко надо понимать, там вот сейчас сделали в Польше исследование, сколько планирует вернуться в Украину, ну, где-то, если так брать, по 50 на 50. 50 уже точно почти, ну, там еще нет, там, получается, там есть неопределенная часть, но где-то почти 38 вообще не вернется. А там еще есть не оформившиеся до конца. Ну, а где-то там одна четвертая часть у них, ну, это наивные, они еще думают, что они вернутся. Куда вы вернетесь? Возвращаться уже некуда. А еще будет, сейчас война будет идти, тем более, аж наступления не будет. Поэтому, как бы, все, куда наступать, если все новые бригады идут на то, чтобы не отдать Бахмут, Марьинку, Авдеевку, Кременную, Сватово, Орехово и так далее, и так далее. Куда наступать? Некем уже будет наступать. Тем более, что и нет уж оружия, и прочих вещей нет. Чем наступать, тоже ж нечем. Самолетов нету, 400 танков нету, 500-600 БТРов, БМП нет, так чем бы снарядов по 15 тысяч надо на сутки нету, так чем наступать? Чем? Конницей, что ли? С луков стрелять, что ли? Или как? Или депутатов, адвокатов, судей набрать, его с чиновников и пусть наступает, или как? Поэтому это все иллюзии, иллюзии, иллюзии. Ну, будем ждать, может, мы еще не знаем. Может, там у нас такие гениальные сидят, Зеленские вставки, что залужные, там они знают, джиптала, там какие-то у них связи есть с высшими космическими силами, что они знают, когда наступать, и главное, чем? Может, они имеют то, что мы с вами не имеем? Ну, посмотрим, время летит. Тяжелейшая ситуация во Франции у Макрона. По сути, он, конечно, влип, и он сейчас в Испанию поехал, там начал что-то теревинить еще где-то, про Китай, про это. То есть, как будет, что надо не быть вассалами у США. Ну, так не будь, не будь, но ситуация в том... А, в Нидерланды, прошу прощения, в Нидерланды. В Испанию, видимо, тоже должен быть визит. В Нидерландах там на него хотели покушение сделать. То есть, Макрон становится в Европе изгоем, и уже не только у него в стране там идут, ему нечего во Франции делать, там уже просто огромнейшая ненависть к нему. Они его просто видеть не хотят, поэтому он уже бегает по этим странам, потому что там во Франции под ним горит, и уже Ле Пен готовится к досрочным президентским выборам, и считает, что вот она должна стать первой там женщиной-президентом. Вот, и даст, под это самое, подгопник даст Макрону идти по его благоверной. Это будет, конечно, фантастика.